15 частей, 45 метров в длину и 3 в ширину. Огромный баннер в руках болельщиков «Локомотива» – ничто иное, как признание в любви своей команде. Ярославцы уверены – в новом сезоне «Локомотив» должен завоевать Куба Гагарина. Данный баннер, в принципе, один из самых крупных. Он займет почти три трибуны. В принципе, изображена вся история самого клуба, все значимые победы клуба, начиная с даты основного образования и заканчивая последними бронзовыми медалями того года. Самый основной, последний кадр – это будет сезон 17-18. Что время пришло, надо брать Кубок. Ради победы любимой команды болельщики готовы пойти на многое. Кто-то колдует, кто-то одевает на матче определенную одежду. К ответственным матчам по-особенному готовятся и сами хоккеисты. Как именно, накануне старта сезона нам рассказал нападающий «Локомотива» Александр Полонин. Собирался в кино сходить, дома отдыхать, готовиться. Я музыку не слушаю. Только то, что в раздевалке играет. Особо музыку не слушаю, так голове прокручиваю. Александр Полонин стал самым результативным из железнодорожников на предсезонке. К тому же успел разделить радость побед еще и с Олимпийской сборной России на международном турнире в Сочи, где были биты действующий обладатель Кубка Гагарина Питерский СКА и сборная Канады. «Локомотив» же стал импровизированным чемпионом КХЛ-овской предсезонки по количеству набранных очков. 39 шайб, 10 побед и 2 кубка. Таков итог предсезонной подготовки Ярославского «Локомотива». С такими результатами можно смело сказать, команда Алексея Кудашева к новому чемпионату готова. Кстати, впервые за многие годы железнодорожники начнут новый сезон на родном льду. Здесь, на арене 2000, ярославцы сразятся с московским ЦСКА. Столичные армейцы прибыли в Ярославль во вторник днем. Не в лучшем настроении, уже имея одно поражение за плечами в нынешнем чемпионате. В матче открытия ЦСКА уступил питерскому СКА. В поединке с «Локомотивом» армейцам непременно нужно побеждать, говорит защитник команды Михаил Пашнин, для которого матчи с железнодорожниками теперь всегда будут носить статус принципиальных. В Москву оборонец перебрался этим летом из Ярославля. С хорошими эмоциями город за пять лет родным стал. Как и в прошлом году была команда, так в принципе и осталась. Хорошие ребята, молодых добавилось и все. На поле нет, друзья, что, играем в хоккей. «Бегут, бьют. ЦСКА таким и был. Все быстро, агрессивно все делают. У них новых игроков почти полкоманды. Из НХЛ приехали. Но я все равно думаю, что они нам по силам и мы можем их обыгрывать и должны их обыгрывать». Поединок против ЦСКА, как и все домашние матчи «Локомотива» в сезоне, первый Ярославский покажет в прямом эфире. Начало трансляции в 19 часов. Владимир Литоновский, Георгий Иванов и Олег Лушников. День в событиях.